Смерть со многими неизвестными. В селе Радичи Житомирской области в конце сентября на местного жителя напали в собственном доме. Мужчина скончался на месте, так утверждает его жена, и отбивает пороги милиции и прокуратуры, но пока безрезультатно. С этой проблемой женщина обратилась в программу подробностей. В ситуации разбирался Роман Бочкала. Был вечер, вся семья в сборе, смотрели телевизор. Вдруг в дом ворвался пьяный сосед и налетел с кулаками на мужа Ирины. Вот так с всей силы. Я только рот открыла и смотрю. Он его раз ударил, второй, третий, и человек падает на колено, и все. Михаил умер сразу, не выдержало сердце. Это произошло на глазах у восьмимесячного Святослава и четырехлетнего Ярослава. Мальчик еще путает слова, но точно знает, где теперь папа. А вот справка о причине смерти. Причина смерти и шамичная хвороба сердца, после инфарктного кардиосклероза, гостра сердцевая недостатность. Об избиении и нанесенных побоях в заключении судмедэксперта ни слова. Я спросила, почему они написали, что были ушибы бля губ и бля виска. Они говорят, что мы не имеем права про такое писать. Мы хотели встретиться с нападавшим. Ему 42 года, зовут Леонид. Но к нам вышла его мать. Не бил он его. Может, она ему синцы нанесла, а может, он за тих день не падал. Откуда кто знает. Эта история всколыхнула все село. А нападавшим здесь говорят, агрессивный лезет в драку, когда выпьет. Эта женщина была свидетелем произошедшего. Но в милиции так не думают. Самое удивительное в этой истории то, что подозреваемого в убийстве даже не задержали. Милиция провела проверку и пришла к выводу, состава преступления нет. Стражи порядка не видят связи между побоями и сердечным приступом. Не дождавшись помощи милиции, Ирина пожаловалась в местную прокуратуру. Прошел месяц, но ответа все нет. Прокурор района в кабинете, однако дверь закрыта на ключ. Проходит полчаса. И вот из-за дверей раздается голос прокурора. Дожидаемся выхода прокурора. Она торопится в суд и сейчас общаться не может. Обещает во всем разобраться. На следующий день из прокуратуры Житомирской области нам пришло вот это письмо. В нем говорится, материалы судмедэкспертизы направлены на дополнительное исследование. А проверка милиции признана неполной, назначена повторная. Каждый день Ирина встречает на улице того, кого считает убийцей своего мужа. После произошедшего нападавший даже не извинился. Но женщина, оставшаяся с двумя маленькими детьми, продолжает верить в правосудие. Чтобы он выбачился, чтобы у милиции чуть-чуть, хоть заворушился, чтобы пришло все-таки следствие. Роман Бачкала, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер. Житомирская область.